Каким оно станет, зависит только от вас. Итого, будут ли шлипки продолжаться. Откажись от насилия ради лучшего будущего. Здравствуйте! В эфире по-прежнему ННТВ. Вы смотрите программу «Прямая линия». У меня в гостях Сергей Александрович Потапов, заместитель губернатора, заместитель председателя правительства. Добрый предпраздничный вечер! Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие нижегородцы! Сергей Александрович, вот не так давно мы с вами в рамках одной из программ «Сравнивая жизнь в городе и в деревне» пришли к тому, что на самом деле очень многое зависит от личности, которая возглавляет тот или иной район или городской, сам ли город или район сельской местности. Вот я невольно об этом вспомнила, потому что рядовое, казалось бы, совещание, совещание по развитию органов местного самоуправления, которое стандартно проходит в Москве, которое проводит президент. Вроде бы все налажено, тем менее последнее, которое было, 31 января, оно вызвало какой-то такой бурный резонанс, и до сих пор не утихают на этот счет комментарии. Вот в чем там основная суть была, и что такого неожиданного оно принесло, что, казалось бы, политика, от которой все устали и все привыкли, вдруг продолжается в разговорах, в обычных, обыденных? Да, действительно, 31 января текущего года состоялось такое совещание в Москве, участвовал в нем президент Российской Федерации в заседании Совета, и необычайно остро были поставлены вопросы, по крайней мере, когда читаешь стенограмму этого совещания, и когда вот в новостях показали кусочки из-за совещания, и наши участники нижегородские, которые принимали участие, это представители органов местного самоуправления, с таким восторгом приехали, воодушевленные. Один из этих вопросов, который был поставлен, да, это вопрос кадровой политики, особенно в органах местного самоуправления, но, прежде всего, Владимир Владимирович Путин обрушился, фактически, с критикой на контролирующие надзорные органы, о том, что, ну, просто немыслимое количество проверок, и в этом мы убеждаемся сами, когда приезжаешь в район, начинаешь там общаться, смотришь, как реализуется наша программа развития производительных сил, и вдруг тебе говорят, что вот в этот момент в таком-то управлении сидит такая-то проверка, в другом управлении сидит такая-то проверка, и, конечно, это не дает людям работать, проверять, контролировать необходимо, особенно там, где расходуются бюджетные деньги, но все должно быть разумно, и об этом говорил Владимир Владимирович. Мы в свое время по распоряжению Валерия Павловича Шианцева создали свою комиссию областную, которая занимается контролем над проверками в рамках правительства Нижегородской области, то есть в эту комиссию поступают запросы из различных министерств, и мы смотрим, чтобы не попало так, чтобы в один и тот же район на одно и то же предприятие сразу пришли две проверки. То есть получается, что им просто некогда работать, они только отбиваются? Нет, я еще раз говорю, у нас под контролем. Ну вот мы посчитали, на сегодняшний день в Нижегородской области, так же, как и в любой другой, 90 сидит надзорных органов. Это федеральные органы, начиная, контроль надзорных органов, начиная от представительств различных министерств и ведомств, различные службы федеральные, по Привозскому федеральному округу, по Нижегородской области, вот таких 90. И вот их деятельность, их деятельность, она вообще бесконтрольна. Они могут приехать в любую область, в любой район, они могут приехать в любое министерство, делаются бесчисленные запросы. Сейчас потребовал Владимир Владимирович Путин, чтобы в рамках региона такая комиссия контролировала и эти организации, и что, предположим, мы вот сейчас делаем анализ такой по поручению президента, по итогам первого квартала дадим, и посмотрим, что вот я в один район приезжаю, они говорят, 275 запросов к нам поступило из одной только структуры. Мы посчитали количество рабочих дней в году, вы понимаете, что это каждый день. Более того, Владимир Владимирович отметил такой момент, что нельзя запрашивать документы, которые имеются в открытом доступе. То есть в интернете, на сайтах соответствующих администраций нужна вам какая-то справка. Сегодня же мы получаем из ПФО, из прокуратуры, из других контрольнодзорных органов, то есть через 5 дней, через неделю предоставить такой-то материал, вагон бумаги надо. Возьмите и прочтите. Да, возьмите и прочтите. Но вы сами понимаете, мы же не будем спорить с прокуратурой, раз требуют и все. Выясняется на этом же совещании, сам генеральный прокурор говорит, что Владимир Владимирович, я еще в 2011 году подписал соответствующий документ, разъяснение ушло во все это, мы нашли бюллетень генеральной прокуратуры. Действительно, такое письмо есть, мы его сейчас разослали во все органы исполнительной власти, во все наши муниципалитеты, и там все четко написано. Нельзя то, что в открытом доступе, нельзя запрашивать то, что в интернете, нельзя бесконечными проверками заниматься. Вот сейчас анализ сделаем, представим его в ПФО и в администрацию президента, после этого, я думаю, будут сделаны серьезные выводы, и мы предполагаем, что вот эта межсведомственная комиссия, она будет раз в год получила от всех планы, кого они хотят проверить. Как ежегодный отчет. Сложила их и сказала, что вот в этот район поедете вы, а вот в этот район поедете вы, а вот в этот район 7 раз никто не поедет. Поедет кто-нибудь один, но с комплексной проверкой. Потому что ведь кроме вот тех бумаг, которые я запрашиваю, могут приехать на место, проверять. У нас вот нет проблем, например, счетная палата приезжает заранее, в плане у них стоит, мы знаем, что приедут, мы знаем, какие вопросы будут изучать, это комплексные вопросы берутся. Скрыть там что-то невозможно. То есть, если ты сделал, значит, они отметят, что сделал. Если у тебя что-то не сделано, значит, они так напишут. Второй вопрос, который жестко поставил Владимир Владимирович Путин, это нехватка кадров, чтобы все-таки поставить отбор кадров на первое место. У нас, вы помните, буквально недавно, 6 лет назад, было 662, потом 620 органов местного самоуправления. Теперь у нас 414 их всего. За счет оптимизации, за счет сокращения лишнего чиновничества, за счет сокращения вот этих администраций, это удалось добиться. Теперь, как сделать, чтобы эта работа была привлекательной, чтобы на нее молодежь шла? Молодежь сегодня, вы понимаете, она идет тогда на такую работу, когда она четко понимает, что есть какая-то лесенка, есть какие-то ступеньки, поднимаясь по которым, если ты хорошо работаешь и успешно справляешься с тем, что тебе получится, ты будешь расти. Вот эту систему кадрового резерва Валерий Павлович тоже, наш губернатор, начал строить еще в 2005 году. И на сегодняшний день по органам исполнительной власти, она в основном выстроена, у нас на любую должность имеются 2-3 человека, которые при необходимости могут его заменить. Этого человека я, помните, приводил пример, когда все переживали, журналисты, кто будет министром внутренней политики. Я всем всегда говорил, я говорю, для меня этого вопроса не стоит. Все фамилии, которые я читаю средством массовой информации, они взяты с потолка. У меня есть документ, который называется кадровый резерв. В кадровом резерве три фамилии. Я эти три фамилии передал, так сказать, на небольшое исследование, то есть каждый глава анонимно района поставил птичку. То есть это уже те, кто отобраны соответствующим образованием по всеми нужным районам. Конечно. Этих людей мы ежегодно направляем на соответствующие семинары, на учебу и так далее. И уже мы понимаем, на что человек способен. Иногда приходится подсказывать им, он говорит, слушай, а ты не своим делом занялся. У тебя вот другое направление деятельности получается лучше. Лучше тебе, может быть, даже из этого министерства перейти в другого. У тебя глаза горят по-другому, когда ты говоришь о других проблемах. А здесь вопрос социологии и политологии, ты немножко в них путаешься. Но Владимир Владимирович ставит комплексную задачу. Он говорит о том, что нужно во всех муниципальных режимах, здесь еще пока проблем много. Порой вот то, с чего вы начали абсолютно правильно задавать мне вопрос. Приезжаешь в район, а еще когда попадает в один день два района, попадает, и ты видишь, что потенциал-то у районов приблизительно одинаковый. В одной климатической зоне и река одна и та же протекает, и железной дороги нет, и нефти, газа нет. А жизнь вот по-разному. Один горит, один привлекает сильные кадры, второй, ну хорошо, но сами не справимся. Досидеть используем. Значит, Валерий Павлович поможет, правительство области поможет, выкрутимся, выживем и так далее. И вот когда начинаешь глубже-то смотреть, а у него и в сельских администрациях вот такая же проблема. Поэтому, конечно, пласт поднимаем очень большой. Я думаю, что Владимир Владимирович Путин своевременно. Его так копнул и сказал, поставил нам жесткие сроки по тому, что мы должны решить. И я думаю, что этот вопрос, ну, в ближайшее время мы на немножко другой уровень. У нас есть возможность, у нас есть хорошие вузы, у нас и по подготовке кадров, есть специальные вузы, которые могут готовить по разным специальностям. Поэтому будем людей тренировать. Плюс мы оставляем за свой бой право рекомендовать, и вот ни один район не прогадал, который согласился, когда мы по горизонтали направляем. Приблизительно равные дуусы, но в разные места. То есть перепрыгнуть через ступеньку не удалось? А может быть, а это не нужно. Не нужно. Это правило этих семи ступенек надо соблюдать. Со ступенечки на ступенечку. Что касается кадровой политики, в чиновничестве, в частности, это тема отдельной программы. Я надеюсь, что мы ее с вами сделаем, может быть, даже в рамках де-факто, со всеми историческими параллелями. Пока же у нас есть звонок телезрителя. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. В начале февраля 2011 года глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин принял участие в разделении президента Совета Президента России по развитию местного самоуправления, которое провел в Оренбурге представитель правительства Путин. Значит так, на совещание был вынесен вопрос о мерах по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению. По мнению городского главы, Приволжская столица пока отстает от многих городов Приволжского федерального округа, в том числе и от Оренбурга, где уже успешно работает многофункциональный государственный, значит многофункциональный центр. В кратчайшие сроки будет создана рабочая группа для выработки концепции, для создания в Нижнем Новгороде многофункционального центра. Вот так вот мы привыкли, что обычно звонки это простые коммунальные. Нет, очень хороший вопрос. И я хотел бы напомнить тому, кто звонил нам и всем нижегородцам о том, что вопрос немножко стоял в прошлом году по-другому. А вопрос не стоял о необходимости обязательной создания многофункциональных центров. Вопрос стоял о том, что доступность получения через одно окно любой информации, любой услуги. То есть любых госуслуг в одной точке. И мы планировали начать эту работу с 2013 года. Мы эту программу защитили в Минрегионразвития России. И более того, нам сказали, что мы молодцы, потому что в отличие от других регионов и даже от того, что сказал Владимир Владимирович Путин, что до 2015 года, у нас в октябре 2014 года последний многофункциональный центр. Ну так мы себе наметили. Потом в середине года прошлого 2012 выходит уже распоряжение о том, что ускорить создание многофункциональных центров. И надо это дело приблизить. Но вы сами прекрасно понимаете, я неоднократно здесь рассказывал, живем по тому, как зарабатываем. И, извините меня, бюджет сформирован, утвержден. И ломать его, наезжать на какие-то проблемы, в том числе социальные, это невозможно. Поэтому я не вижу в этом никакой проблемы, в том, что кто-то по количеству птичек от кого-то отстает, по количеству услуг якобы оказывает. Мы выезжали, мы смотрели, как это работает. Десять окон у нас уже работает в разных районах Нижегородской области. Что касается Нижнего Новгорода, то здесь не один многофункциональный центр будет. Здесь будет их несколько, потому что норматив федеральный свыше 300 тысяч, если жители в населенном пункте, то 300 тысяч жителей, то второй уже многофункциональный центр открывается. Какого рода это услуги? То есть вообще любые, включая бытовые госуслуги? Давайте мы начнем с того, что вот сейчас скинулись тоже все, а давайте любые услуги. Там смотришь, какая-то 900 услуг, 1200 услуг. Мы проверили, фактически речь идет о 20-25 услугах, которые наиболее востребованы. Это и вопросы приватизации собственности, это вопросы приватизации земли, это вопросы получения каких-то материалов, архивов, данных, которые необходимы. Более того, эта работа идет сегодня параллельно с введением по всей стране, и в том числе в нашей Нижегородской области, электронного взаимодействия при оказании услуг. Когда уже не только мы оказываем услугу через одно окно, а через электронное взаимодействие, практически все министерства и ведомства России, включенные в один клубок, пошла в электронном виде. Причем там задача стоит еще сложнее, что не можете по электронке, отправляйтесь курьером. Но система должна работать. Сейчас идет отладка этой системы, сейчас тестируются те взаимодействия, скажем, наше министерство и соответствующие какие-то министерства. Очень быстро отреагировала налоговая служба, сейчас по всей стране прекрасно, миграционная служба дает любые ответы. Некоторые, в том числе и федеральные органы, проявляют космос, говорят, что надо отменить какие-то указы, связанные с секретностью, потому что мы не можем так спокойно дать возможность доступа к нашим источникам. Но, тем не менее, вопрос правильный. Не волнуйтесь, минимум четыре таких центра в Нижнем Новгороде до октября 2014 года будут открыты. Ну, вот в соответствии с указом, к 2015 году должно иметь доступ к получению таких услуг 90% граждан. Ну, полтора года есть, будем смотреть. Ну, вы знаете, мы уже работаем нижегородцы с Валерием Павловичем много лет и прекрасно понимаем. Если Валерий Павлович сказал, значит, он спросит, и все будет, и, я думаю, не вызовет это больших сложностей. Сейчас идет, мы проводим фактически в режиме еженедельном встречи с руководителями районов, идет отбор помещений, вы же сами прекрасно понимаете, многофункциональный центр, надо высвободить помещения, площади, надо подготовить кадры. Ведь, вот приезжаем мы, не буду называть, в нашем привозском федеральном округе, в том числе и там, вот где назывались, приходит человек в такой центр. И ему быстренько рисуют на листочке, что он должен пойти в одно окно, в другое. То есть, а зачем он пришел так к одному окну? Поэтому и все. Вы понимаете, это самый легкий путь, и он, может быть, на каком-то этапе от него отказываться не надо, потому что он помогает на сегодняшний день реально быстрее. Потому что вы понимаете, что подготовить работника, который бы так же здорово и легко разбирался в вопросах разного направленности, достаточно сложно. А ведь, получается, в каждом окне должен сидеть такой работник, который моментально реагирует, принимает решение. А вот при введении, я же говорю, здесь проблемы, которые, безусловно, на федеральном уровне будут решены, на региональном, накладываются одна на другую. А вот когда будет электронное взаимодействие введено до конца, отработано со всеми министерствами, тогда вопросов не будет. Этот человек, который будет сидеть в одном окне, он фактически превращается в диспетчера. Или гражданин сам. Мы проводили нашу, в прошлом году, эту выставку, мы информ, и там показано было. Человек подошел, набрал любую слуху, защелкнул, и через день пришел, получил необходимую справку и стал работать. Но ведь дальше еще один вопрос, а потом надо отменить те проблемы, которые связаны с нотариальным заверением этих справок и так далее. Ну, главное, что начало положено. Да, я думаю, что проблема есть, но не сомневаюсь в том, что мы ее решим. У нас еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Да, доктор. Добрый день. Это вас беспокоит Рябкова Любовь Константиновна из Веринского района. Я многодетная мать, воспитывая одна троих детей. Я была бы очень признательна, если бы кто-то помог мне приобрести компьютер для моих детей. Потому что сама, то есть я в принципе не в состоянии, потому что зарплата не столь высока, а компьютер необходим и для обучения детей в школе, и для работы. Я была бы очень признательна, если бы кто-то мне помог решить эту проблему. Взять кредит – это легко, но его тоже нужно выплачивать. А имея зарплату 7 тысяч и пенсию по потере корни, я думаю, что этого хватает только для того, чтобы прожить. Согласен с вами абсолютно. Конечно, в нынешнее время ребенку компьютер необходим, потому что это повышает его возможность получения дополнительных знаний, ускорения получения каких-то ответов на интересующие вопросы. Ну, во-первых, надо поискать спонсора в Урине, и я переговорю с главой района, адрес обязательно передам. Во-вторых, вы можете написать письмо в управление районной социальной защиты, либо в Министерство социальной политики Нижегородской области. Обычно такие вещи ставятся на учет, и при необходимости быстро эти вопросы решаются. Я со своей стороны, как член благотворительного совета Нижегородской области, тоже подскажу, ваши координаты передам. Понимаете, что тоже уже весь 2013 год спланирован, но, тем не менее, находим варианты. Вообще говоря, тут, конечно, момент в том, что это поселок, поселок в Уренском районе. Случись это в городе, я просто сама много раз наблюдала, как и парни-компьютерщики, всегда всем миром уж одной-то семье не самый новый, не самый передовой компьютер всегда соберут. Будем надеяться, что вопрос решится. Март начался, правда, сегодня по улице сказать этого было нельзя, но тем не менее, он начался. И кроме праздников всех мам, он богат еще и на различные профессиональные даты. Вот 10 марта отмечается праздник, который вам, наверное, тоже очень близок, это День архивов. В начале года у нас Нижегородский комитет по делам архивов обнародовал уточненные данные самого-самого старого, древнего, если угодно, архивного документа регионального центра архивов. Это 15 век. Вот что это за документ и какую информацию вообще нижегородцы могут посмотреть, что чаще всего... Вы понимаете, мы действительно, я всегда с гордостью говорил, что с 16 века у нас все есть, у нас все описано в названиях. Но, тем не менее, вот действительно отыскался в наших архивах, это не наш документ, это документ Полоцкий, фактически это Белоруссия, это пожалование архиепископам Симеонам недвижимости. Но белорусские наши коллеги посмотрели и сказали, да вы что, это вообще документ уникальный, и где-то в районе 1415-1436 года он датируется. То есть мы теперь обладаем действительно в своем архиве документом 15 века. И хочу сказать, что, конечно, наши архивы достаточно мощные, ежегодно снимаем мы гриф секретности со многих документов. Ну что сейчас в первую очередь интересует в архивах? Ну, конечно, в первую очередь большинство граждан обращается, когда идет речь о достижении пенсионного возраста, возникают вопросы по установлению стажа, им помогают, возникают какие-то вопросы другие имущественного характера, по которым задают вопрос. И вопрос, вот сейчас генеалоги многие восстановлением своего рода занимаются. Всегда помогут, обращайтесь в наши архивы. У нас еще один вопрос, здравствуйте, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте. Беспокоит житель Соромского района, и таким Дмитрий. Хотелось бы задать вопрос по поводу парка Светлоярский, это в Соромском районе, 7-й микрорайон, так сказать. Когда там что-нибудь у нас будет, освещение, благоустроить его, вот там объекты, вот есть недостроенные, вот лет 30, там, не снимок, их надеялись носить или что-то там. Бывшие водонапорные, это, ну, на заброшенные там водонапорные сооружения, потом какой-то недостроенный свай, там, это, видимо, кафе летние хотели стоять. В общем, район-то большой, тут 7-й микрорайон, а вот Светлоярское озеро, вот это единственное место, где тут можно отдохнуть. Понятен вопрос. Действительно, замечательный парк Светлоярский, реликтовые сосны, бывший Даринский бор, дубовая роща, вязывая аллея, белая акация, все прекрасно. И вы прекрасно, наверное, знаете о том, что намечен был фок строительства в этом парке, после чего комплексная программа благоустройства, ничего при этом не страдает. Прошли слушания с населением, население категорически возразило против строительства фока, причем очень интересно, говорит, фок нужен, но не в этом месте, где запланировано. А вы понимаете, что ведь прежде чем что-то построить, благоустроить, нужны изыскательские работы, проектные работы, причем в них тоже вложены должны быть определенные средства. Поэтому вместе с городом подумаем, но и жители должны, вот для того, чтобы то, что вы говорили сейчас в вопросе, для того, чтобы реализовать, тоже проявить свое заинтересованное, настоять в конце концов, вот здесь будет это. Так-то мы все сейчас проводим через слушание с населением и думаю, что этот вопрос надо решать. Парк прекрасный, ради будущего наших нижегородцев надо его, конечно, не только сохранить, но и чтобы он стал краше. Ну и потом тут, конечно, наверняка момент и полиции, и просто население. Вот улица Гаугеля, там и магазины, бары, круглосуточно нетрезвые граждане, вот эти вот огромные... Знаете, мы уже убедились, появляется ФОК, физкультурно-оздоровительный комплекс, жизнь вокруг меняется. В полтора раза падает преступность, употребление наркотиков, алкоголя, потому что есть где приложить свои силы. Вот смотрите, 24 работает, еще 5 введем в этом году, будет 29 ФОКов, везде кипит жизнь. Приезжаешь утром, приезжаешь вечером, ночью приезжаешь, люди катаются на коньках. Ну что ж, нам, к великому моему сожалению, пора заканчивать эфир. Я искренне поздравляю всех ваших коллег и дам в вашей семье с приближающимся праздником. 8 марта, уже завтра. Как вы планируете этот день отмечать, как проходите все это в работе в семье? Ну, я планирую, как и каждый год, если приедут дети и внуки, то там еще две дамы, которых нужно поздравить. А так вдвоем с женой поздравлю ее, погуляем. А вы согласны с утверждением многих таких вот жестких мужчин, что, ну, никакой это не общий международный женский день, есть вот Клара Цеткина, и, так сказать, последовательность, пожалуйста, поздравляйте. Вы понимаете, если к истории обратиться, праздник возник стихийно. В 1857 году рабочие обувщицы, производя одежды, вышли в Чикаго на манифестацию. В 1910 году Клара Цеткина это поддержала, в 1910 году. С 13-го года эта праздница в Европе у нас ровно 100 лет назад. В 13-м году в России впервые вышли на это. Но самое интересное произошло в 17-м году. В конце февраля женщины вышли на улицы с требованием мира и хлеба. Четыре дня Николашко думал о том, что сделать с этим, отрекся от власти. И так получилось, что день его отречения 23 февраля по тому календарю стал 8 марта по нынешнему календарю. Поэтому я считаю, что день международный, и в то же время это день каждой семьи. Это день каждой женщины, девушки, независимо от возраста. Потому что любая из них, это будущая мать, будущая сестра, это подруга, это то, что на сегодня нас спасает. Поэтому всем нижегородкам здоровья, счастья, любви. И не только вам, но и всем вашим близким. Потому что я понимаю, что для женщины счастье, здоровье для нее одной ничего не значит. Самое главное, чтобы всем было хорошо, ну и пользуясь случаем, разрешите вам вручить букет и в вашем лице всех нижегородок еще раз поздравить с этим праздником. Ну, от мужчинам могу обратиться. Ну, давайте завтра, ну, проявите мужество, проявите все свои способности, ну, сделайте праздник, подарок в этот день для своих любимых. А в принципе, конечно, так надо действовать каждый день. Да, спасибо вам большое. Следующий эфир с вашим участием у нас в следующую пятницу. Это будет программа «Де-факто», как обычно, после 10 вечера. Закончите все домашние дела, присоединяйтесь, будем разговаривать об улицах Нижнего Новгорода, известных, неизвестных, переименованных, не переименованных. Я предлагаю не только Нижнего Новгорода, но и на всю область пройтись, потому что очень любопытные названия, что мы даже спорим сегодня. Ну, а за сим, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!